Сегодня я желаю проповедовать на тему, которая называется «Самый популярный христианский грех». Я знаю, что уже само название, оно звучит резко и, кажется, вызывает много вопросов и подозрений даже по самому названию. Но это и есть сделано специально, чтобы заставить всех нас задуматься. Я хотел бы всех нас призвать, чтобы несколько секунд мы назвали с вами по нашему мнению, как вы думаете, среди христиан, какое есть самое такое распространенное нарушение, грех, который мы, люди, часто делаем или спотыкаемся, или попадаем. Еще раз повторяю, самый популярный христианский грех. По вашему мнению, вы можете не говорить это вслух, но про себя можете дать два-три варианта ответа. Как думаете лично вы? И сейчас мы с вами пойдем рассуждать вместе. И грех, который я называю самый популярный, называется осуждение. По-английски it's called judging. И почему именно я думаю, что это самый распространенный или популярный грех среди христиан, мы с вами об этом сегодня как раз и поговорим. Во-первых, я хотел бы сказать, что осуждение – это из моих наблюдений, по моему мнению, самый распространенный. Мы к нему привыкли. Осуждение – это грех, который мы не называем грехом. Осуждение – это то, что мы можем делать, этим заниматься, и даже не осознавать этого. Это может в нашей жизни происходить иногда даже случайно. Во-вторых, хочу добавить, что мы все люди искушаемся разными испытаниями, грехами, но вот именно осуждением судить людей, обвинять людей, мы в это попадаемся быстрее, долго не думаем, поддаемся влиянию группы, толпы, так как мы всегда общаемся, всегда с кем-то разговариваем. Дальше, осуждение на практике – это не значит, что когда мы собрались вместе, выходит какой-то человек и говорит «Внимание, внимание, внимание!» А теперь встать – суд идет. А теперь вот я хочу сказать негативное, отрицательное мнение по поводу такого-то человека, называя его имя и фамилию, пожалуйста, ваши голоса, ваше мнение. Обычно это происходит намного проще. Простая группа людей общается дома, в гостях, за чаем, в церкви, в бейби-рум, в коридоре, на работе, в ресторане, и мы начинаем рассказывать негативную информацию о каком-то другом человеке, но одно важное нарушение, что мы об этом, этому человеку, о ком мы говорим, лично никогда в глаза это не говорили. Но мы рассказываем другим свое мнение, или же мнение других людей. Негативное, отрицательное, плохое. Вот почему я думаю, что именно это распространенно или популярно, потому что в него попасть очень легко. Чтобы начать кого-то осуждать, судить, обвинять, даже не надо разговаривать. Можно просто молча в толпе посидеть и согласиться, и уйти с мнением негативным, плохим о человеке, о котором вы слышали. Представьте себе, как легко, даже рот не надо открывать. Никакого участия, никаких усилий, просто послушать информацию. Можно поддакнуть, можно удивиться, можно сказать, я в шоке. А можно просто ничего. Но в мыслях или на словах осудить этого человека. Давайте с вами попробуем разобраться чуть глубже, что такое осуждение, определение этого слова. Итак, осуждение – это строгое неодобрение, или порицание, или признание виновности. Осуждение – это вынесение обвинительного приговора, строгая критика, поношение, еще несколько мелких значений. Осуждение – это хула, это клеймение, это брань, разнос, охаивание. Такие трудные слова, что я их сам еле-еле выговариваю. Еще добавлю, осуждение – это вывод о человеке, плохой, негативный вывод. Осуждение – это мнение, it's an opinion, без доказательств. Вот вы услышали информацию о какой-то семье, о каком-то человеке, и вы сделали мнение, вы его осудили, но у вас нету никаких доказательств, это правда, неправда, просто слух, информация, и все. Я еще связываю осуждение с клеветой. Осуждение и клевета, они очень-очень близки. Почему? Мы сейчас с вами это рассмотрим. Давайте пойдем и прочитаем вместе, что означает клевета. Клевета – это ложное или неправдивое, или просто неточное сообщение с целью опорочить или унизить кого-нибудь, чтобы представить негативную, ужасную сторону человека в его делах, в его словах. И еще добавлю, это распространение неточных или ложных фактов или слухов. Также это злословие, сплетни, обвинение, вымысел. Итак, мы с вами посмотрели на два определения, что такое осуждение, что такое клевета. Если вы заметили, у них очень много синонимов, они близки по смыслу. И осуждая человека, мы можем нечаянно, автоматически сделаться клеветником или сплетником из-за того, что наша информация неточна, не на сто процентов правда. Итак, почему нельзя осуждать? Что об этом говорит Библия? Матфея, седьмая глава, написано очень ясно. С первого по второй стих. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Прочитаем еще одну версию перевода слова жизни. Следующий слайд. «Не судите, чтобы и вас не судили. Так же, как и вы судите других, так будут судить и вас. Какую мерею вы мерите, такую будет отмерено и вам». В английском переводе написано, «По таким стандартам, как вы обвиняете или осуждаете людей, такой же планкой, таким же критерием, таким же стандартом люди будут думать и говорить, осуждать и вас». А теперь по пунктам. Почему нельзя осуждать? Первое, потому что, во-первых, об этом говорит Библия. И это самая, я думаю, большая, важная причина, почему не стоит этого делать. Мы только что с вами прочитали. Библия говорит верующим нам, не судите других людей. Вторая причина. Потому что, если мы не будем так делать, то и нас, людей, тоже, другие не будут судить. И наоборот. Если мы так будем делать, то другие нас также будут осуждать. Третья причина. Почему нельзя осуждать? Потому что настолько строго или плохо мы говорим и думаем о других людях, точно так же, в точности, так же строго, так же плохо, так же безжалостно будут говорить о вас, другие люди, хотя вы об этом даже можете и не знать. И четвертая причина. Почему нельзя осуждать? Потому что за это Бог наказывает. И об этом мы с вами прочитаем место из Библии чуть ниже. Хочу прочитать еще одно место из Библии. Матфея, 7 глава, с 3 по 4 стих. Там написано так. «Ибо что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» Что такое сучок? Это деревянная маленькая палка. Что такое бревно? Большая, толстая деревянная палка. Здесь говорится о том, что мы люди, когда мы обвиняем других, замечая в них какой-то недостаток, какую-то проблему или грех, или поведение, с чем мы не согласны, мы упускаем то, что мы часто себе очень многое прощаем. Очень многое. Даю вам один тест. Попробуйте посчитать, сколько вы себе в жизни простили. Сколько раз вы себе простили. И вывод, что мы забываем о своих недостатках, ошибках и грехах, но других мы замечаем. Когда мы осуждаем, мы говорим с другим, что они сделали неправильно, но часто мы имеем тот же недостаток в себе на основании этого места из Библии. Здесь говорится, что мы смотрим, у другого человека есть какой-то недостаток. Сучок в глазе. Деревянная маленькая палочка. Но Библия говорит, что в тебе в этот момент может быть та же деревянная палочка, маленький недостаток, только намного больше и хуже. И оказывается, что часто, когда мы видим проблему в других, например, гордость. Ты гордый. Этот человек гордый. Вполне возможно, если мы верим Библии, что значит в тебе эта проблема тоже есть, только в три раза больше. Или же возьмем любой другой пример, любой грех, который вы замечаете в другом человеке или проблему. В тебе, возможно, это тоже есть проблема. Говорят, со стороны виднее, но ты в себе ее не замечаешь. И написано в Библии, не чувствуешь, потерял чувство. You lost feeling. Чувство ощущать грех или чувство ощущать недостаток. Смотрите, на основании этого стиха из Библии мы, люди верующие, можем знать, что такое грех. Мы можем не чувствовать, что такое в нас есть. Мы можем потерять вот этот барометр, вот эту такую штуку, которую анализирует нас внутри и самим нам показывает, что у нас внутри что-то не так. Оказывается, что когда мы видим в других людях недостатки, в нас они такой же самой породы или по-другому такой же самой природы. Вот там деревянная палочка и у тебя тоже деревянное громадное дерево. И то дерево, и то дерево, и там палка, и там палка. Одна и та же природа, которая называется греховная природа. И получается, что мы в других ее видим и беспощадно ее судим, но в себе часто просто не чувствуем. Представьте, что если бы каждый раз, когда мы осуждаем кого-то, мы резко, резко, резко осознали, что во мне, я не заметил, что во мне есть эта же проблема, только в несколько раз больше. Или хотя бы просто дали себе такую мысль, такой допуск, предположение, что а что если такое же есть во мне? Если не такое точно же, то этой же природой, греховной природой. Просто другие грехи, другие недостатки. Давайте с вами пойдем дальше. Причины, почему люди осуждают. Первое. Разные культуры и разное воспитание. Это уже большой повод для осуждения других. Второе. Осуждение – это питание. Третье. Почему люди осуждают? Потому что они выбирают легкий путь, руководствуясь слухами. Четвертое. Мы осуждаем, потому что мы не любим людей. Звучит резко, но мы с вами порассуждаем вместе. Пятое. Мы осуждаем, потому что мы руководствуемся большинством. А теперь о каждом из них по пунктам. Культура. Заметьте, что мы все славяне советского русского воспитания живем в Америке. Вы замечаете, что когда мы приехали в Америку, нам очень часто говорили американцы, что они удивляются из-за того, что русские славяне – народ самый серьезный на планете. Они почти никогда не улыбаются. Когда ты их встречаешь на улице, в метро, где-нибудь, в бизнесе. В основном это люди серьезные. Серьезного такого покрова. Другая сторона, противоположная культура – это американцы, которые улыбаются всегда, везде и повсюду. Для американцев непонятно, почему русские такие серьезные, и даже кажутся славяне такие грубые, такие жестокие, такие хмурые. А для нас, славян, непонятно, почему американцы по поводу и без повода улыбаются, улыбаются, ставят резиновую улыбку. Мы начинаем осуждать человека только лишь, без всякой духовности только стоит разница в культуре и все. Многие из нас, мы даже не подозреваем о том, что стоит вам поехать на Кубу, в Мексику или в Африку, и вы увидите, как люди там прославляют Бога, и вы скажете, ужас! Какой беспредел, какие дикие люди, что они скачут? Что у них случилось? И так жарко, кондиционеров нету, все течет, а у них такой стиль. Мы их осуждаем, особенно, если мы не были в той обстановке, просто нам передали или мы увидели видео, не подозревая, что это просто разница в культуре. Достаточно только этой маленькой причине, чтобы осуждать людей. Тем более, мы люди верующие, всегда уверены в том, что мы научены правильно, что мы самые правильные, мы самые истинные. И не дай Бог, кто-то не так, как мы, не так, как мы, не похож полностью на нас. Самый даже святой человек, включая меня, мы сразу включаем осуждение. Самый распространенный христианский грех. Только лишь потому, что они не такие, как мы. А разница может быть всего лишь, они живут, родились в других условиях, разница в культуре. Но мы уже начинаем осуждать и обвинять. Иоанна 7 глава 24 стих, там написано так. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Вторая версия перевода. Судите не по виду, а по справедливости. Часто для нас, для людей, внешность больше, важнее внутреннего. Для Бога, как раз наоборот, внутреннее, важнее внешнего. Но мы часто делаем вывод по нашим убеждениям, без всяких доказательств, не ища никаких причин, почему они так живут, почему они так поступают, почему у них такой стиль, почему они разные. Если это не по нашему стилю, не по нашему вкусу, мы поверхностно, по внешнему виду, уже делаем вывод, иногда в уме, просто осуждая этих людей. Другими словами, для нас полезно иногда вмещать людей, других, которые отличаются от нас. Вмещать, покрывать, любовь, которая все покрывает. Следующий пункт осуждения – это питание. Это уже очень серьезный пункт и серьезная причина. Почему люди осуждают? Потому что осуждение – это пища. Без пищи жить никто не может. Без питания мы все умрем. Мы питаемся по-любому, все каждый день. Вопрос, кто чем питается, кто что кушает. Кто-то кушает сладкое, а кто-то кушает салаты. Кто-то кушает в McDonald's, а кто-то покупает только organic food. Но и те, и те кушают. Смотрите, в Библии написано «Слова наушника как лакомства, и они входят во внутренность чрева». Попробую объяснить этот стих. Наушник – это не тот наушник, который мы одеваем, когда мы слушаем музыку. Наушник – это человек, который передает информацию, который разговаривает с другими, который, возможно, ябедничает, доносит, или по-другому это еще сплетник. И вот здесь в Библии написано, что люди, которые осуждают, или люди, которые слушают, принимают осуждение от других, для категории людей вот эти слова, вот эта информация нехорошая, плохая о другой семье, о другом бизнесе, о другом человеке, для некоторых она кажется просто как лакомство. Лакомство – это переводится как десерт, сладкое, sweets. И вы знаете, что в английской Библии, вы видите чуть ниже, там тоже, назад вернуть, там тоже написано, видите, delicious переводится как просто вкуснятина. Вы слышали, да, такое выражение? It's delicious. Это просто вкуснятина. А где вкуснятина? Вот в таких словах, а ты слышала, а ты слышал, и мы начинаем рассказывать, говорить неплохое, неприятное о другом человеке. И сразу же пробуждается аппетит, сразу же включаются слюни, сразу же открывается рот, и сразу же начинается прием пищи. И Библия говорит, что она попадает вовнутрь чрева, в живот. Смотрите следующие переводы. Здесь написано, что в английском, кто понимает, написано, что их глотают с жадностью. Не просто кушают десертик, с жадностью проглатывают. А теперь самая последняя версия, New King James Version, это классическая, всеми признанная версия, самая старая версия Библии, говорит, что вот эти слова, вот эти осуждения и сплетни, они сравниваются, что это как раны, или по-другому шрамы. Видите, какая параллель? Сладкое, десерт, глотаем с жадностью, лакомство, питание, и одновременно, и одновременно раны, шрамы, кровоточие, боль и страдания. Всего лишь из-за того, что мы принимаем информацию, негативную, от других. Не надо поднимать руку, кто любит сладкое. Не надо поднимать руку, кто любит десертики и тортики. Но эти десерты существуют и в уровне общения, которые люди глотают, питаются. И это называется по-английски junk food. А есть healthy food. Это здоровая пища и отходная, мусорная пища. Но по-любому люди питаются чем-то. А так как мы общаемся, так как мы разговариваем, то мы очень подвергаемся большому риску. Заметьте, что мы люди очень часто также преувеличиваем. Если вам понравилось какое-то собрание, концерт, какая-то музыкальная группа, но вы ее так опишите, так расскажете, что если тебя остановить, сказать, стой, 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 стой. Так пришел в себя, подумал, напрягся, аж самому захотелось там быть. Так рассказал. Хоть ни разу не был. И точно так же мы можем рассказать негативную информацию о ком-то. Если нам что-то не понравилось, мы так добавим, так приукрасим, так расскажем. И вот так и начинаются сплетни, слова наушника, неточная информация, осуждение, клевета. Это просто маленькая неточность. Нельзя сказать, что это все ложь. Просто не совсем правда. Стоит выслушать другого человека, и вы просто будете в шоке от того, что вообще все меняется. Идем с вами дальше. Почему люди осуждают? Потому что люди избирают легкий путь. Что имеется в виду, доверяют или руководствуются слухами неполной информации. Заметьте, что намного легче, просто общаясь с людьми, послушать, поддакнуть, промолчать. И сделать мнение и вывод. Второй вариант, который я называю труднее, проверить, правда ли это или нет. Если так говорят об этом человеке плохо, то я обязательно постараюсь с ним встретиться. Ведь брат, сестра в беде. Я пойду спрошу, это правда или нет. Но перед тем, как я буду спрашивать, я помолюсь Господь, дай мне мудрости, дай мне встречу. Скажи мне, помоги мне сказать это с любовью. И потом я пойду и с ним лично поговорю. Значит, нужно действовать, нужно вытягивать с ямы, нужно помогать. Что легче? Первый вариант или второй? Молчание, знак согласия. Значит, первый вариант легче. Когда мы никак не действуем, просто услышали плохое о ком-то и даже не открывая рот, осудили человека и вышли тихонько, как нормальный христианин. Но здесь есть вариант другой. Действовать. Не принимать слухи, не принимать клевету, не принимать вот эту нездоровую пищу. Идти и помогать тому человеку, о котором вы слышите плохое, за его спиной. Понимая, что вы бы никогда не хотели, чтобы точно так же говорили кто-то в другой компании о вас в это же самое время. Мы бы возмутились, если бы мы об этом узнали. Мы бы сказали, ну почему ты веришь слухам? Ну что, не мог у меня спросить? Ну зачем? Ну прийди и спроси, я тебе расскажу. Но более легкий путь. Не спрашивать. Не ходить. Просто сказать, я в шоке. Просто удивиться. Просто сделать вывод, или сказать, а я так и думал. Или просто переспросить. Но другой вывод. Действовать. Мы руководствуемся слухами, осуждая людей. И вы знаете, что я нашел одну интересную деталь в Библии? Что даже Бог, внимание, даже Бог не руководствуется слухами. Давайте прочитаем уникальное место из Библии «Бытие», 18 глава. Это на ваших экранах. Там написано так. Это история Содом и Гомора. Город, который был жестоко наказан Богом. И смотрите, что там написано. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик. И грех их тяжел он весьма. Бог говорит, сойду и посмотрю. Точно ли они так поступают, как вопль на них, восходящий ко мне? Или нет? Узнаю лично. Представьте себе, Бог всемогущий, Содом и Гомора, который был жестоко наказан Богом. И здесь Бог, получая информацию, принимает решение. Я проверю. I will double check. Я не хочу осуждать сразу. Я лично узнаю. В английской Библии там написано, что I have heard. По-другому я слышал. То есть я не буду руководствоваться слухами. I want to know. Я сам хочу знать. И вот Бог идет, уточняет и узнает. И потом принимает решение. И мы знаем, что было дальше. Заметьте, что если на небе такой авторитет, Господь так поступает, то как нам, людям, с нашими всеми недостатками, слабой памятью и слабым слухом, стоит доверять слухам и делать выводы и осуждать людей. Заметьте, что блудный сын, пример из Нового Завета, блудный сын. Когда вернулся брат, который согрешил, то старший брат его осудил. Но вы знаете, в чем деталь? Старший брат не слышал его слов покаяния. когда младший брат сидел там со свиньями и молился Господи, прости, я пойду, может быть, меня отец примет хотя бы в рабы, я недостоин. И потом этот же брат рассказывал эти слова отцу, отец, я согрешил, я виновен, я недостоин, я очень жалею о том, что я сделал. Его другой брат из той же, член той же церкви не слышал эти слова покаяния и он приходит и делает вывод жестокое осуждение. Возможно ли это в нашей жизни сегодня? Возможно ли, реально ли это в нашей церкви? Реально ли это среди христиан? Что мы осуждаем других, но мы никогда не слышали их слов покаяния, их молитв. Часто получая информацию, мы можем ее интерпретировать как мы хотим, по-своему. Простой пример. Всем знакомо слово окей. Две буквы окей. Представьте себе, что вы задаете вопрос кому-то, ты можешь мне, пожалуйста, помочь? Этот вопрос вы задали поздно вечером, в часиков 11. Вы это послали сообщение через текст-месседж или по имейлу, и вам приходит ответ тоже по текст-месседж. Две буквы окей. И вы принимаете эту информацию, и вы ее истолковываете, интерпретируете. Ты можешь мне, пожалуйста, помочь? Окей. Второй вариант. Ты можешь мне, пожалуйста, помочь? Окей. Буквы одинаковые. Их осталось две. И там окей, и там окей. Но как этот окей к нам пришел, то у одного было окей, а у другого совсем не окей. и получается, что опасно даже разговаривать иногда. Ты скажешь слово, предложение, но тебя могут неправильно услышать, неправильно понять, неправильно интерпретировать. Вот почему это как раз самый распространенный, самый популярный грех среди христиан, что не нужно усилий. Мы можем нечаянно, не осознавая, попадать вот в эту ловушку, осуждая других людей. Четвертый пункт. Мы осуждаем людей, потому что мы их не любим. Для христианина это звучит большим обличением. Как? Я люблю, я люблю христиан, я люблю братьеви, сестр, я люблю. Ну хорошо, давайте с вами порассуждаем. Большинство из нас есть дети. Наши дети иногда плохо поступают. Наши дети иногда ужасно поступают. Наши дети иногда непослушны. Но наших детей мы защищаем. Наших детей мы покрываем. Наших детей за них плохое мы не рассказываем. За наших детей мы не то, что не рассказываем плохое. Даже если есть плохое, мы пытаемся скрыть, чтобы никто никогда не знал, как мой сын учится в школе или чем он занимается или где моя дочка ходит по ночам. Мы скрываем. Почему? Детей любим. Как насчет братьев и сестер в церкви? Любим? Любим. А почему? Мы недостатки, грехи других, ошибки. Все знают, что люди несовершенны, значит, все согласны, что все мы ошибаемся, но не дай Бог, кто-то ошибется из таких праведников, в котором мы давно не разрешили ошибаться. Но он ошибся. Мы его сразу осудим. Мы не покроем его недостатки, мы не скроем о своих детей, мы обязательно покроем, потому что любим. Вот так мы любим и остальных. А может быть, из-за того, что не любим, вот почему иногда и осуждаем. Как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с ними. Наша первая реакция, когда мы слышим плохую информацию о какой-то семье, наша первая реакция, как помочь этому человеку? Бывает такое в нашей жизни? Второй вопрос, как давно это было в вашей жизни последний раз? Именно вот этот конкретный случай, вы услышали о ком-то плохое, тот, о ком вы это слышите, если это правда, он не прав. Ваша реакция, как ему помочь? Когда это было такой реакцией? Если да, когда это было последний раз в нашей христианской жизни? Мы концентрируемся намного больше на негативном. Человек вам может сделать сто раз добро, много добра, но стоит ему один раз вас обидеть, хоть вы его всю жизнь спонсировали, хоть он у вас пять лет в доме жил, хоть вы ему подарили и отдали все, подняли его авторитет, вытянули его из ямы, заняли ему деньги и назад не брали, но стоит один раз ему сделать плохое, все, все десять лет перед этим перечеркиваются и вылазит вот эта ложка дегтю в бочку меда. Кажется, ну почему мы такие нехорошие? Помним и концентрируемся на плохом, на негативном намного больше. Иногда, когда человек рассказывает о ком-то плохое с такими эмоциями в таком захвате, его хочется так подойти, так попляшу, так стук, резко остановить и спросить, извините, пожалуйста, тысячу раз хочу еще раз извиниться и спросить, этот человек лично вам что-то плохое сделал? А что ты спрашиваешь? Да просто так. Да нет, ничего не делал. А что ты о нем так рассказываешь? Ну ладно, не буду рассказывать. Все, спасибо. Маленькое действие со стороны христианина, противоядие. Вопрос, возможно ли осуждать и любить? Можно ли судить и любить одновременно? Пока вы думаете, я вам даю пару мыслей. Бог, он есть судья и тот же Бог, он есть любовь. Я вам пока ответ не даю, мы к нему вернемся чуть позже. Пятая причина, почему люди осуждают, потому что мы руководствуемся большинством. Есть такое распространенная крылатая фраза «все говорят, все хотят, все сказали». Мне эта фраза так нравится, что я часто у человека иногда неожиданно спрашиваю «напиши, пожалуйста, мне на список кто это все?» Если вы это спросите хоть раз, чаще всего это ну два человека, но три это уже точно все. Так подожди, все, их 400 в церкви или в классе сто, или у вас там было человек десять за столом, все сказали. Ну кто все? Самый смелый один сказал, и второй его заместитель поддакнул. Все, все сказали. Там все далеко не все. Но смотрите, как большинство влияет на наше мнение, чтобы осуждать других. Христа Иисуса осуждали и говорили, что Он виновен, руководствуясь большинством. Многие думали, что Он виновен по слухам плохих людей, по слухам фарисеев, по слухам книжников, но чем ближе Голгофе, смотря на его поведение и реакцию, понимали люди, что Он невиновен. Но Христа распяло большинство, которое кричало распни. Сегодня мы тоже распинаем людей, которые уже несчастные, им уже трудно, уже тяжело, но большинство кричит распни. вот это большинство и распяло Иисуса Христа. Распни. Всегда легче опускать и разрушать, чем вдохновлять и строить, прийти и пойти против волны, против всех. Все говорят, да их всего два-три человека, будь одним из тех, которые станешь в проломе против этих всех, которые говорят плохо, которые распинают других, но эти смелые, у них нету смелости пойти и встретиться лицом к лицу, к лицом с этим человеком и сказать ему в глаза, брат, ты неправильно действуешь, сестра, неужели это правда, что о тебе говорят, что у тебя такое, да, это правда, давай вместе бороться, давай будем сражаться, давай вытягивать, вылазить, не оставайся в этом состоянии, в этой яме. Другой вариант, я в шоке, какой ужас, я так и знал, или просто передать другим информацию. Этот вариант намного легче, большинство, оно иногда убивает, оно разрушает. Если вам кажется, что вы несчастный человек, за что же меня осуждают, я других никогда не осуждал, несколько вариантов, за что меня осуждают. Первое, чтобы проверить твою реакцию, твое поведение. На небе сто процентов проверяется, как ты реагируешь на вот эти штучки. Второе, если ты сеял это, если ты так делал в своей жизни, если ты других осуждал, даже если ты самый красивый, самый добрый, Библия говорит, есть закон, что посеял, то и пожнешь. Возможно, ты пожинаешь это в своей жизни. Возможно, ты уже забыл, что ты давно осуждал других и говорил о них плохо, а теперь тебе так больно, что о тебе говорят плохо. Дальше, третья причина. Бог допустил это в твою жизнь. Давайте вспомним пример Давида. Вторая царств, 16 глава. Там есть написано об одном случае, когда один из людей, семей его звали. Он шел и злословил Давида, обзывал, унижал, клеветал, осуждал, судил, говорил плохо, хотя это было неправда или правда, но здесь вывод один. Давид встал и сказал, там некоторые были, которые хотели его защитить, но Давид сказал, Господь повелел ему злословить меня. В английской Библии написано, Господь сказал ему проклинать меня. В английской Библии написано What if the Lord has told him? Что если Господь ему сказал? Может быть, он ему и не говорил, но вдруг допускается шанс, что Бог это допустил. Если это Бог допустил твою жизнь, возможно, это было с целью, чтобы это было полезно для всех нас. И четвертое, почему нас осуждают, это чтобы мы лучше понимали других, чтобы мы просто умели людям сострадать. Почему мы страдаем? Чтобы лучше понимать тех, кто проходит через страдания сегодня. Если мы пережили эту же боль, эту же проблему на самом себе, мы никогда, повторяю, никогда не будем осуждать и судить тех, кто через это проходит. Я призываю христиан прислушаться к этому. Когда мы видим что-то плохое в братьях наших, в сестрах наших, в семьях наших, в дочерях наших, в сыновьях наших, мы их осуждаем шепотом, за спиной, уверенно, за чаем, все сладко, с десертами, с хорошим накрытым столом, осуждаем, раним, но если бы в твоей жизни это было, ты бы стал для них первым другом, первым бы другом стал, пошел их обнимал бы, плакал бы, с ними молился, назначал бы молитвы вместе с ними и говорил бы, нас никто не понимает, а почему ты их понял? Не доведи Господь, чтобы эта же ситуация пришла в твою жизнь или в твой дом, чтобы мы не научились перестать осуждать людей вот таким методом, вот таким именно путем. Когда у кого-то сын наркоман, мы осуждаем, мать, отца, до тех пор, пока у нас не станет сын наркоман, когда у кого-то дети невоспитанные или дети не христиане, но у нас детей нету, или дети маленькие, когда вырастут наши дети, мы по-другому станем разговаривать. Когда наша дочь проводит ночи в ночном клубе или семья разбита у ваших детей, мы их осуждаем, но потом приходит это в нашу жизнь, и мы перестаем осуждать, мы стаем понятливые, мы начинаем любить, мы начинаем шепотом разговаривать, мы больше молчим, больше сострадаем и меньше осуждаем. Библия говорит, я читал Кинг Джеймс, притча 18 глава, что осуждение это раны, это шрамы, это боль, но скажите мне, пожалуйста, люди, у которых проблема с сыном, с дочерью, с мужем, с женой, они счастливые люди? Нет. Они уже несчастные, они уже раненые, они уже испытывают боль, они уже терпят, они ждут выхода, но мы их добиваем христианским средним тоном, осуждая их поступки. Большинство распинает, и меньшинство скажет, я пойду встречусь с этим человеком, но перед тем, как я встречусь, я обязательно помолюсь, я за него стану молиться, и вообще я не верю вашим слухам, вашим сплетням, простите, что я испортил ваш вечер за чаем, но я не хочу быть в этой толпе, я хочу спросить, это правда, это истина или нет, или это просто клевета, это сплетни, и мы с вами стали теми же популярными христианами, которые осуждают, может быть нечаянно, но все равно осуждают. Первая Коринфянам, 4 глава, 5 стих, там написано так, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. Перевод слова жизни. Поэтому не судите наперед, но ждите возвращения Господа, и Он все тайное сделает явным и обнаружит скрытое намерение человеческих сердец. Знаете, какой вывод? Человек видит деяния, человек видит дела, человек видит последствия, а Бог видит намерение. Бог видит, как человек по-настоящему хотел поступить, но у него не получилось. Бог видит внутренность, мы видим внешность, мы делаем вывод, а Бог сказал, а я пойду и узнаю. Но мы спешим осуждать. Мотивы человека, они ценные пред Богом. прежде чем его осуждать, стоит об этом задуматься. Давайте с вами просмотрим пример Иисуса Христа. Как его осуждали? Как? Какой методикой? Как это все произошло? Два основных пункта. Первый лжесвидетели, второй пункт зависть. Лжесвидетели это клеветники, это те, которые говорят правду, но не точную, не стопроцентную правду. кто может быть из нас одним из них? Когда мы принимаем слух плохой, передаем другим, но мы не спрашивали правда и неправда, не разговаривали с тем человеком, не уточняли, это лжесвидетели, это клеветники, они распинали Иисуса Христа. Вторая причина зависть. В Библии написано очень прямо, ибо его предали из-за зависти. Библия говорит, что эквезиастам 4 глава видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит в людях взаимную зависть. Заметьте, всякий труд, то есть работа или служение и всякий успех в людях включает зависть. Зависть это нехорошее чувство, которое хочет раздавить того, кто успешный, как-то его унизить, чтобы он исчез, чтобы ему стало больно, чтобы он не был на том месте, на котором он сейчас находится. У нас есть успешные люди? Конечно, есть. Значит, зависть гарантирована. У нас есть люди, которые трудятся или которые делают хорошую работу или Божье дело. Конечно, есть. Зависть гарантирована. Будут люди, которые будут завидовать, значит, будут осуждать с целью унизить, обидеть, опустить, разрушить. Мы разбиваем планы служения, иногда проекты, иногда дело Божье, иногда семьи, иногда сердца людей слухами, просто слухами. мне нравится пример из Библии Неемия. Это муж Божий, который строил дело Божье, он строил стену. Неемии, шестая глава, там написано в Библии, что слухи носятся у народов. Видите, как это по-английски написано? То же самый перевод, слухи. Слухи носятся у народов, будто ты что-то из себя строишь, выделываешься, ты задумал отпасть, для этого строишь стену, и вообще ты хочешь стать царем, ты хочешь на этом нажиться, это бизнес, это ты хочешь славы, и написано цель этого всего было, они все стращали нас, то есть пугали нас, думая, что наши руки, руки служителей, руки лидеров, руки простых верующих опустятся и остановится дело Божье. Но Немья встал и без предупреждения сказал, но я тем более укрепил руки мои, я тем более укрепил мои руки, хоть слухи ко мне тоже доходят, мы живем среди слухов, мы спим среди слухов, мы общаемся среди слухов, в церкви, вне церкви, на работе, утром, раном, вечером, днем, всегда слухи, которые столько приносят вреда и разрушения, сколько ран, сколько это осуждает людей, мы убиваем, разрушаем, но христиане должны иметь прививки, христиане должны иметь противоядие, противоядие, чтобы наш, чтобы наш, чтобы наш духовный иммунитет мог реагировать правильно на все эти вещи, мы должны быть иммунен против жаджин, против гасип, мы должны этому противостоять, если Христа осуждали, то нас тем более будут, не разбивайтесь на сплетнях, на людях, вспоминайте Христа, Давида, пусть говорят что угодно, лишь бы это не оказалось правдой. Последствия осуждений, Псалом 54, 22, уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи, слова нежные, поведение правильное, но это все фейк, это все фальшиво, Псалом 54, речь их масляное, слова успокоительные, но словно меч, эти слова опасны, в его сердце прячется вражда. Итак, первое последствие это последствие осуждений, это израненные люди, израненные овцы, наши братья и сестры, Иуда и Пилат, они говорят, что мы невиновны в крови Иисуса Христа, Иуда и Пилат говорил, смотрите сами, а все кричит, что они виновны, а все, что они сделали, это просто слова, которые убили Христа, распяли, но они говорят, что они невиновны, наше участие в осуждениях, в сплетнях, мы говорим, мы невиновны, но кровь этих людей кричит, ты виновен, ты участник, ты там сидел, ты там чай пил, ты молчал, ты поддакивал, ты поверил слухам, а Пилат говорит, а я руки омыл, я невиновен, а кровь кричит, нет, ты виновен, потому что слова, они раны, шрамы, ты этих слез не видел, но ты причиняешь эту боль другим, Иоанна 7 глава, не судите по наружности, но судите судом праведным, не судите по наружности, но судите судом праведным, что же это такое суд праведный, по-другому суд справедливый, вы знаете, что есть нехристианский, вообще неверующий светский суд или трибунал, и когда там судят человека, то встает виновный, стоит тот, кто его обвиняет, но потом судья всегда дает слово виноватому, того, кого обвиняют, того, кого осуждают, и хотят ему сказать, скажи теперь что-то ты в свою защиту, это справедливый суд, когда говорит тот, кто обвиняет, и говорит тот, кого обвиняют, но мы, христиане, часто осуждаем и обвиняем другого человека, другую семью, когда этот человек никогда не был выслушан, мы его даже никогда не спрашивали и не будем спрашивать, правда это или неправда, мы ему никогда слова не давали, это называется односторонний суд, суд без адвоката, когда мы просто осудили человека, а вот этой невинной овце, или даже если она виновата, ей даже не дали рот открыть, просто голову сняли, наклейку наклеили и все, и человек ушел, мы сделали свой долг, это несправедливый суд, почему мы христиане, мы хуже неверующих людей, в мире нехристианском, неверующем, там и то дают слово тому, кому обвиняют, его спрашивают, скажи ты в защиту, правда это в твоей семье, правда это в твоем доме, или это просто слухи, это клевета, или просто тебя пытаются разбить твою духовность, твою семью, разрушить служение, разрушить тебя, разбить твою семью, опустить твой авторитет, или это неправда, скажи, брат, если это правда, давай будем вместе бороться, выбираться отсюда, но ему такого слова не дают, мы хуже, мы жестокий, мы осуждаем односторонне, приняли информацию, сделали вывод, казнили, молча сделали мнение и ушли, и очень глубоко удивились, что этот человек до такого докатился, мы осудили, мы ранили, мы этим убиваем раненых людей, которые вокруг нас, Пилат нечестивый судья, римский правитель, Иисуса Христа обвиняют, требуют смерти, но даже Пилат подходит к Иисусу и говорит, слышишь, а что ты молчишь, но скажи что-нибудь в свою защиту, и это был Пилат, это был жестокий судья, это был неверующий халдей римский, и то он требует справедливости, к нему пришли слухи, Иисус, у него в доме, у него в семье, она на сцене, у него в бизнесе такое творится, если бы ты знал, а Пилат подходит и говорит, а ну иди сюда, бизнесмен, муж, жена, дочь, сын, неужели это правда? Я не верю слухам, я хочу у тебя лично спросить, это правда? Если правда, давай будем вместе выбираться, ты в очень опасном состоянии, это грех, это нельзя, приди и обличи его наедине, так говорит Библия, но не надо обличать его без него, не надо собирать толпу и рассказывать другим, это называется осуждение, это называется несправедливый жестокий суд, односторонний, где жертва не имеет права голоса, а теперь нам стоит напрячь память и вспомнить сколько раз это было в нашей жизни, когда мы принимали слухи, поношения, мы не разбирались правда, неправда, мы не уточняли, и самое главное, мы не пытались этим людям помочь, правильная реакция, правильная реакция, это, когда в нашу жизнь приходит информация и говорится о том, что этот человек вот так и так поступает, два варианта, первое, а ты у него лично спрашивал, ты лично видел, ты с ним лично разговаривал, встречался, или это слухи, или это неправда, или это полуправда, все будут в шоке от вашего поступка, это большая редкость в сегодняшние дни. Вторая реакция правильная, правильная реакция на осуждение это, если ты осуждаешь человека с единственной целью, чтобы ему помочь, если ты осуждаешь человека с целью, что тебе его жалко, понимаете разницу какую большую, ты осуждаешь поступки, но потому что тебе жалко этого человека, и у тебя есть план ему помочь, второй вариант, это просто интересное христианское греховное общение, более легкий путь. христианское христианское христианское